И в самом начале о крупном пожаре в самом центре Москвы. В доме на Никитском бульваре горели сразу два этажа. По последним данным погибли семь человек. Наиболее вероятная причина, как говорят пожарные, это проблемы с электропроводкой. Перекрытие деревянное, поэтому остановить огонь было просто невозможно. Поэтому этому дому, кстати говоря, 104 года в этом году. Как тушили, спасали и эвакуировали людей, расскажет Владимир Стариков. Не пройди на верхние этажи. В доме на Никитском бульваре настоящий водопад. Пожарные тушили пламя почти шесть часов. И вода до сих пор выливается из подъезда. Они льют в окна, а им прямо столбы огня в лицо. И бесполезно вообще, просто бесполезно. Пожар начался глубокой ночью. Огонь за считанные минуты охватил весь пятый этаж. Дома больше ста лет, перегородки деревянные. И несмотря на то, что пожарные приехали на место всего за семь минут, тушить пришлось до самого утра. Открытая пламя быстро удалось сбить, но огонь ушел в перекрытие. Перекинулся и на четвертый этаж. Всего выгорело больше двух тысяч квадратных метров. Между пятым и шестым этажами даже обрушились потолки. Просто старый дом, эта проводка не сработала, скорее всего. Обрушение, потому что сильно пожар распространялся. И пошел буквально сразу на два этажа. Некоторые жильцы на улицу выбежали сами. Других увели спасателей. Всего почти 40 человек. Из них 8 детей. На данную минуту известно о семи погибших. Тела нескольких человек нашли в своих квартирах. Еще один погиб в подъезде. Другой умер по пути в больницу в машине скорой помощи. Двоих пострадавших, доставленных не из Клифосовского, медики отпустили домой. По факту пожара уже возбуждено уголовное дело. Следователи проводят комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин возгорания. Версия с неисправной проводкой пока основная. Но есть и другие. Так, в старинном доме часто практиковали глобальные ремонты, перепланировки. Возможно, именно поэтому так легко обрушиваются потолки на пятом этаже. Итогов расследования ждут и столичные власти. Дом на Никитском бульваре — объект культурного наследия. Строили еще до революции. Сейчас здесь живут известные художники, артисты и музыканты. Среди них певица Любовь Казарновская, художник Никас Сафронов, актриса Ингиборга Дабкунайте. Дорогие друзья, на Никитском бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке. В этом доме также живет дочь Юрия Башмета. Он подтвердил, что пожар был и в ее квартире. Там все разгорело, как я понимаю. У нее все-таки два детей, и никто не пострадал. В настоящее время департаментом направлен запрос в Главное управление МЧС России по городу Москвы с целью уточнить информацию о причинах произошедшего пожара, после которого будут приняты соответствующие меры реагирования. Сейчас эксперты оценивают ущерб. Выгорело два этажа, залит весь подъезд. Жильцам разрешили вернуться в дом за уцелевшими вещами, но большинству явно придется переехать. Часть здания наверняка закроют на длительную реконструкцию. Владимир Стариков, Дмитрий Блиников, Вести. Владимир Стариков, Дмитрий Блиников, Вести.